Наше путешествие по России продолжается, и мы направляемся в одно из красивейших мест Кавказа, Дагестан. Путь до нашей цели будет состоять из трех этапов. На первом мы доберемся до столицы Республики Татарстан, города Казань. Здесь расположен Международный аэропорт имени Тукаев. Расстояние от Буглемы до города составляет 320 км и занимает около четырех часов. Далее мы пересядем на самолет и доледим до Международного аэропорта Махачкала. Полет пройдет над Каспийским морем и займет около 2,5 часов. Сам аэропорт, несмотря на название, расположен в городе Каспийск. Здесь мы пересядем на автомобиль и доедем до Шамиль-Калы. Расстояние до поселка через город Буинакс составляет 140 км и занимает около трех часов. По пути мы проедем через один из самых протяженных туннелей в Дагестане. Емринский. Наше путешествие по Дагестану продолжается. В первой части мы добрались до Шамиль-Калы и далее в село Новая Забутли. Продолжая осмотр достопримечательностей, направились с селом Атлас. По пути осмотрели Целотлинский каньон в Пунзахе, остановились возле мемориального комплекса «Белые журавли» в селе Цада и, наконец, добрались до Матласской каменной чаши и красивейших водопадов. Путь до села с остановками составил 62 км и занял около 6 часов. Ну, мы сейчас на заправке. Вот такие-то домики рядом. На глэмпинг похож чем-то. О-образный. Как ты на это попадешь-то? А там есть такой сайт специальный, календарь, специальный сайт. Наривай еще. Пахваха. Вот так вот. Вот так она идет. Теоретически, да. Теоретически, да. Теоретически, да. Приезжать ее крышу, как рисовывали, внутри крыши. Повторяется. Циклично вот. Все повторяется через каждые сто лет, сто лет, сто лет. А, мы туда поднимемся. Это просто так вот. Да, вон, чуть правее. Хунзахская плата, как стена вот так идет. У нас равнина. Точнее сказать, у нас при дворе, конечно. Причем тяжелая жизнь. Понятно, в горах это не дорого не нет. У человека тут жесткость определенная. Надо умение принимать решения и желание. Это не вот так, это тоже. Чтобы посадить что-то, вырастить из горы, делали вот такие вот террасы. Это тоже очень трудоемкая эта технология. Ну, наверное, в фильмах видели, в Китае, там, на Бали. В Вьетнаме как сажают рис в таких вот террасах. Мы добрались до села Хунзах. Здесь расположен красивейший Целатлинский каньон и водопад Тобот. В селе сохранилась древняя Хунзахская крепость. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...